Гудморинг! Хотя, у вас может и вечер. В общем-то, неважно. С вами я, Его Величество Энри. И сегодня я расскажу про свои детские страхи и фобии. Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожил псевдоаниматоров. А не примкнёшь к ним! Кстати, некоторые из них последуют меня до сих пор. Под детскими я имею ввиду младше 12 лет. Кто-то может сказать, что, мол, я сейчас ребенок. И он будет прав. В любом случае, для меня так будет удобнее. Да уж, что я необычно много говорю. Приступим к ролику. Включайте интер. Начну, пожалуй, задалека. Клоны появились ещё в средневековье. Тогда они исполняли роль шутов и дураков. И были востребованы во всех пирах высоких чинов. Спустя столетия они приобрели на знакомые нам образы. Ведь совсем недавно образ клоуна стали использовать в хоррор-фильмах. Отсюда и растут ноги у клоуров-фобии. Боязнь клоунов. Да, в своё время я тоже их ужасно боялся. Ведь мне это казалось очень страшным. Эти красные щеки. Кошмарные зубы. Ужасные глаза. Плюс ко всему и безумный смех. Всё это только наполняет образ верёбкого клоуна. Ну, а забоялся клоунов из-за хоррор-фильмов, связанных с ними. Что, скорее всего, послужило причиной страха перед ними о многих. Кстати, боитесь ли вы клоунов? Проголосовать можно здесь. Но я перестал их бояться где-то в один зато лет. Ведь на самом деле они совсем не страшные. Скорее, даже смешные. Но вот следующая фобия гораздо сильнее. Первые признаки этой фобии появились у меня глубоко в детстве. Когда я открывал маленький шкаф и заходил туда. И нет, это не страх темноты. Это был страх замкнувшего пространства. Я резко почувствовал давление. Будто стенки шкафа начали сужаться. Я попытался открыть дверь, но она каким-то образом закрылась. У меня началась паническая атака. Я начал кричать и бить стенки шкафом. Мне казалось, что я начинал задыхаться. И через секунду меня оттуда вызовы ввели. В тот раз я впервые открыл для себя такую вещь, как клаустрофобия. Боязнь замкнувшего пространства. При этой фобии человек боится замкнутых пространств. По типу пещер, лифтов или тесных комнат и так далее. И боятся они не столько мест, сколько плохих ассоциаций. А особенно страха, что его никто не вытащит. Ребят? Именно поэтому в течение многих лет я боялся от тесных мест. Само подсознание того, что я не смогу просто взять и выйти, встал на меня в ступор. Но, к счастью, я избавляюсь от этой фобии. И я не знаю как, но это так. Теперь я не так сильно боюсь тесных и узких пространств. В отличие от того, как это было раньше. Макс, делись в шкаф. Не-не-не-не-не. У меня клау... А-а-а! Кто-нибудь, откройте дверь! Я здесь умру, не-е-е-е-ет! Я умираю! Помогите! Что? Да, у меня был такой страх, но он же ушел. А следующий страх не ушел от меня до сих пор. Стойте, стойте. Перед тем, как продолжить, я хочу предложить вам подписаться. Ведь в этом есть только плюсы. Вам нравятся мои видео. И ютуб будет сообщать, когда они выходят. По статистике, меня смотрят 93% людей без подписки. Поэтому не теряйте возможность и подпишитесь сейчас. Ну а мы продолжаем. Глядываясь в ночное небо, о чем вы думаете? О красоте звезд? О иных формах жизни? Но я... Я думаю, как бы сейчас не улететь? Да, это звучит странно, но я боюсь потери гравитации. Особенно сильно этот страх ощущается, когда я смотрю на звездное небо. У меня появляется ощущение, что сейчас исчезнет гравитация, и я полечу вверх. Меня сразу охватывает паника. Руки и ноги двигаются сами по себе. Мозг как бы твердит. Чувак, ты сейчас улетишь, а в отсюда же за что-нибудь. И хватит смотреть вверх. Спаси, дурень. Я имел страх самого рождения. Если я попытаюсь просто успокоиться, через некоторое время я боюсь с новой силой. Недавно я заинтересовался и загуглил это ощущение. Но гугл ничего толкового в эго не выдал. Разве что я нашел фобию, которая называется барофобия. Но это противоположно моему страху. Ведь барофобия это страх как гравитация, а не ее потери. Кэм, что же значит у меня за страх и с чем он связан? Можете написать в комментарии свои предположения. А то я совсем не знаю, что это и с чем связано. Ну, а на этом видео резко подходит к концу. У меня были еще детские фобии. Но я расскажу их, когда пойму, что вам это интересно. Ну а с вами был я, Энергенд Анимейшнс. Ну, всем гуд байо и удачи. Пишите комментарии, я их всех читаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok